Девочка-пай 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 Как написано в Конституции, там все сказано предельно ясно. Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всю жизнь хочу оставаться и в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакой моей дочери, моими советниками никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Будет все, как написано в Конституции. Я тебе что сказал? Я 6 часов сюда с президентом приду. Ну так сейчас же без 10. Не без 10 мне тут. Случилось это в декабре, 30 лет тому назад. На площади в Алма-Ате был привлечен тогда десант. Милицейские дружины лопатками студентов били. Засаженные машины танки БМП вводили. Началось же выступление 16 декабря из-за назначения первого секретаря. Когда в ходе перестройки в начале ускорения подписал генсектор бойки Кунаева смещения. Колбина продвинув к власти, ЦК же решил просто, военные введя части, подавил недовольство. Казахов поведением союз тогда был удивлен. Такого возмущения никогда не слышал он. Ведь как закончили казахи, был Тбилиси и Баку, Пронистрове в Карабахе, Прибалты потрясли Москву, Киргизия и Узбекистан, Абхазия и Чечня, Грузия, Таджикистан, межнациональная резня. Из 15 республик Советского Союза Казахстан был сладкий бублик, миллиарды пудов груза, ежегодного зерна, распаханной целины, чтобы сдавать за крома в элеваторы страны. Казахи были спокойны в советской кампании. Открывались полигоны для ядерных испытаний. На родине Абая травились птицы, рыбы, людей не замечая проводились взрывы. Чтобы дать ядерный ответ, весной, когда ветер с гор, проводил китай-сосед испытания в Лобнор. Когда наступал январь, ракетчики семи стран съезжали все в Капустин-Яр, чтобы бомбить Казахстан. В Казахстане полигонов больше пахотных, чем пахотных земель. Для казахов нет законов, а Рал же превратился в мир. Позже, через года два, уничтожение ракет, выбрал Горбачев глава, для этого Саразек. Был построен Байконур, дырявилась атмосфера, подошел пикбордов шнур, заканчивалась вера. Незыбливость коммунистов, нерушимость державы, вспомнили декабристов, они оказались правы. И в 91-м победили демократы, не выдержали нервы и отошли прибалты. В августе, в один момент ГКЧП, переворот, во вставку ушел президент, радовался весь народ. Свободную стала Русь, потом Молдова и Кавказ, Украина, Беларусь стали беспокоить нас. Отошел Узбекистан, поддержал Таджикистан, след за ним и Кыргызстан, а потом Татменистан. 16 декабря, завершение того года, в наша очередь пришло освобождение народа от булага, сталинизма, ядерных испытаний, державного шовинизма, земельных притязаний. Хоть и велик Казахстан, он сырьевой предаток. Хотят помочь нам много стран, но не дают задаток. Чтобы получить кредит МВФ и США, пришлось отдать в один миг ядерный потенциал. Валюты вот введения, полгода первый, а жуть, 10 раз падение, Байконур пришлось вернуть незамечимых. 30 лет, 25 лет исполнилось республике, но пока пустой бюджет, тяжело всей публике. 30 лет, 21 лет, 22 лет, 27 лет, 25 лет, 23 лет, 21 лет. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И здесь любовь свою...